Иду, иду, пошли, пошли рожать, пойдем, давай, 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 пришла мне тут, орет под дверью, пойдем, пошли, пошли, Викусик, Куся, Викуси, забрала Викусю, предполагаю, что будет окос, да, Крикуха, говори, я тут одна, мне скучно. Страшно, ищу компанию, да, а ты говори, свалила тоже мне, говори, хозяйка, бросила меня тут в одной стрессовой ситуации, я же не могу с тобой сидеть постоянно, мне надо дела делать, дела надо делать, а закрою, скорее всего, сейчас ее в сарае, потому что мне нужно идти полив делать, в принципе, так, работы много, не могу находиться постоянно с ней, С выгула я ее забрала, она себе уже там все расчистила, улеглась, и я постояла, последила, уже так постоянно она стонет, кряхтит, сухтит, но еще не тужится, но, скорее всего, будет окос, может быть, не в ближайшие там пару часов, но к вечеру точно. Это у нее будет третий окос, если я не ошибаюсь, да, по-моему, третий, думаю, все должно пройти гладенько, животик опустился, уже вот здесь вот такие вот ямочки появляются, вымечка плотная. Викуся родила, родила она одного парня, вот такой вот слоник, просто такой большой, такой тяжелый, почти весь чисто черный, только вот один бочок у него имеет белое пятнышко, просто посмотрите, какой огромный парень, только родился, а он уже такой большой, как трехдневные девчонки, просто слоник. Что ты делаешь? Такого активного еще не было, смотрите, буквально ему часов пять от роду, а он уже залазит на всех девчонок, елки-палки, какой производитель, просто красавец. Чип, что-то новое, кто-то новый. Вот такой вот. У Викуся послед отошел, я ее уже отправила в загон, и парня забрала. Пыталась его покормить из бутылочки, он вообще не голодный, наелся там, пока был под мамой, один вдоволь. Вымя у нее не сильно большое, как для одного парня, и у Зайки вымя, вроде бы, мне кажется, побольше, хотя она тоже родила одного парня. У Викуся это третий окоз, раньше она приводила нам по две девочки, в первом окозе у нее было две девочки, во втором было две девочки, в третьем вот один парень, слоник такой большой, еле родила его, тужилась, тужилась там, бедняжка. Тяжеловато было, но, тем не менее, прихожу, и как раз пришла вовремя, уже начинала вылазить, я его чуть-чуть подтянула, чтобы облегчить рождение, и все, в общем-то, прошло остальное благополучно. Послед тоже вышел, детки отстали от меня, быстро все. Такой парень вообще активный. Новому козлику сутки уже осваивается парень. Викуся сегодня с четырех утра орала, как сумасшедшая, и я оставила козлика тоже на улице вместе с малышами, только здесь во дворе. И малыши ушли на ночлежку, и, видать, его оставили, и он один тоже начал подбекивать, и в итоге она слышит его. Что он кричит, и еще больше орет. В общем, утро у меня сегодня было очень веселым. И вот такой вот, посмотрите, ему сутки, а он уже такой большой. Вот так вот, ну разве можно так вдвоем на одного? Здесь стоит держатель с бутылочкой, уже нужно будет, наконец-то, сделать нормальную стойку, потому что ребята уже крупные, они достаточно сильно толкают эту стойку, и она может завалиться. Я так подставила кирпичи, шлакоблок, но это ненадолго. Но планирую в пятницу ехать за острым материалами, купить, и уже сделать нормально, чтобы стояло, не переживать о том, что завалится кому-то на голову. Молоко всегда стоит у них в бутылочке, и они уже сами в любой момент приходят и пьют. Я даю всех коз, все сливаю в одну емкость, потом прихожу, равномерно по бутылочкам разливаю, прибегают козлята, я их кормлю, и они не все выпивают, и остается молоко в бутылочках. Они потом периодически приходят и начинают уже сами там пить, сами с собой уже разбираются. Потом, когда бутылочки опустеют, я их вымываю, чтобы молоко не кисло, потом опять по склядойке разливаю равномерно, оставляю, и они уже сами приходят, пьют, в общем, достаточно удобно. И таким образом, когда есть постоянный доступ к бутылочке, они приходят в любой момент, когда хотят покушать, кушают, и они кушают по чуть-чуть, но кушают часто. И, как по мне, это намного удобнее, потому что, когда я кормила из бутылочки рукой, то я старалась кормить там примерно 5 раз на день, и они за этот раз съедали немало. И, понятное дело, они за раз растягивают себе желудочки, в итоге они потом хотят еще больше, а больше нет, коза-то больше не дает. Состоянно казалось, что вот они все равно всегда голодные, как будто бы у них присутствует это чувство голода, потому что у них нет свободного доступа к молоку. И, когда они кушают, они за раз набивают себе пузо, а потом становятся голодными. Как по мне, не очень удобно было. Но теперь поудобнее, кто там у меня под ногами ходит. Вот такой вот урожай картохи будет в этом году. Дождей не было, солнце жарило, и ничего не выросло. Вот такие вот дела. Сделала гусятам еще вот такую вот кормушку, для того, чтобы накидывать им туда траву. И они отлично через рабицу кушают. Сбила, в общем-то, такой же квадрат. У меня оставались кусочки рабицы. Здесь ширина, по-моему, 90 сантиметров. И длина 1,80 метра, ну, как раз по высоте рабицы. Этот кусочек рабицы я вырезала квадрат, рабицу прибила, и уже под таким небольшим углом прикрутила к самому выгулу. Получилась вот такая вот кормушка. Гусятки просовывают голову, ячеечка все-таки 5 на 5. Пока что их голова свободно пролазит, и они пролазят и кушают. Потому что если кидать им траву просто на землю, они не едят. Они не могут от нее отщипнуть, они просто ее затаптывают. Поэтому приходилось вязать пучочки. Но они уже растут, и очень быстро эти пучочки съедают. Поэтому нужно было что-то думать, и вот такое вот я придумала. Я вообще думала, что выгул я буду передвигать за забором постоянно. Но я вынесла выгул на люцерну, отправила их 3 или 4, по-моему, дня они были. Вообще, что-то они люцерну не едят. Просто позатаптывали, и все. Нужно приносить суданку, либо там траву, амброзия, лебеда, мышей и так далее. И из пучков они кушают. А саму люцерну не кушают. Шпарыш, как видите, слетает моментально. Они его почему-то просто обожают. Но я бы могла двигать по двору, но не хочется, потому что съедят весь шпарыш, и потом будет болото. Так он хоть немножко впитывает влагу, и нет такой грязи, когда идут постоянные дожди. Поэтому будет кормушка. Накосила, закинула, и все довольны. И плюс они уже сейчас во дворе, и мне поспокойнее. Потому что когда выгул был на люцерне за коридкой, я постоянно бегала, смотрела, переживала. Лиса, не лиса, собаки соседские постоянно бегают. Ну, мало ли, что может произойти. Где-то голова застрянет, будет кричать. Я не услышу, ну, всякое может быть. В общем, постоянно переживала. А тут у меня рядышком, здесь у меня цыплята с перепелятами. Тоже уже всю траву съели. Все под присмотром, да, гусюны. Все их видно, и я уже менее переживаю.